Музыка Финал турнира в полном разгаре. Командная битва закончилась не так, как все ожидали. К сожалению, команда Монстров Шрека проиграла, но две схватки ещё впереди. Сюй Сан-Ши, конечно, настоящий монстр. А в оригинале он действовал ещё более яростно. Из-за него один ученик Академии Солнца и Луны погиб, а второй получил такие раны, что больше не мог участвовать в турнире. Вот почему остальные ученики напали на Сюй Сан-Ши и пытались его убить, нарушая при этом правила. Властное появление старейшины Сюань Цзы остудило пыл противников. Его девятое Красное Кольцо неимоверно сильное. Даже защитник титулованной Звёздной Империи с большим почтением относился к господину Сюань. Вообще, при просмотре серии складывается впечатление, что в команде противников реально сильные только три человека. Брат и сестра Сяо Хунчень и Мэн Хунчень, а также капитан Мужулун. Остальные как-то слишком просто и быстро проигрывали. Было забавно видеть превращение Сяо Хунченья в жидкий металл. Ну прямо как жидкий терминатор Т-1000. Такому довольно трудно нанести урон. Кто же выйдет следующим в боях один на один? Как показано в трейлере, это Мэн Хунчень. Учитель возлагает на неё большие надежды. Изначально она была резервным членом Имперской Академии Солнца и Луны. Но её сила не маленькая, пять духовных колец и необычный дух ледяной жабы. Мэн Хунчень почти совершила подвиги с трёх побед подряд. Она сначала легко победила ничего не подозревающего Бэй Бэя, а затем победила Лен Лу Чень из основного состава Монстров Шрека. Но проиграла Дай Йо Хэну, хотя тот был серьёзно ранен и больше не мог сражаться. Такой результат можно назвать очень удивительным. Почему Мэн Хунчень настолько сильна? В основном это связано с особой природой её боевого духа. Это редкий духовный зверь, ледяная жаба, обладающий особым эффектом мощного холодного яда. В этом соревновании Мэн Хунчень сначала использовала яд, чтобы победить Бэй Бэя и Лен Лу Чень, а затем серьёзно ранила Дай Йо Хэну. Однако интересно то, что этот вид яда не оказал никакого влияния на Хуи Хао, потому что боевой дух Мэн Хунчень связан со льдом, а Хуи Хао обладает абсолютным атрибутом льда. Это его стихия. Увидев, как Бэй Бэй и Лен Лу Чень потерпели неудачу, Дай Йо Хэн уже имел опыт. Он активировал полную силу, как только вышел на сцену, раскрыв свои сильнейшие духовные навыки, не давая Мэн Хунчень никакого шанса выпустить свой яд. Стоит сказать, что Дай Йо Хэн очень способный и умный. В конце концов, Мэн Хунчень сдалась и проиграла Дай Йо Хэну. Это была чистая мощь Белого Тигра. Своим необычным мастерством Дай Йо Хэн доказал всем, что Шрек по-прежнему силён как никогда. Мэн Хунчень была в страхе, даже после того, как истребление Белого Тигра рассеялось. Она ощущала, насколько близко к смерти была в это мгновение. Даже её формация доспеха была сильно повреждена, а это чрезвычайно ценный духовный инструмент 6 класса. Так чем же закончились индивидуальные бои? Так как большинство учеников Академии Солнца и Луны были серьёзно ранены или без сознания, они отказались от участия в оставшейся части этого раунда. И признали своё поражение. В итоге Академия Шрека стала победителем индивидуального раунда. Но не всё так просто. Академия Империи Солнца и Луны всё поставила на следующий этап. Пока что счёт между двумя сторонами стал 1-1. Следующий раунд станет финальным и определит настоящего победителя. Это будут бои 2-2-3. Первыми выступили Ма Жулун и Сяо Ся Фэн против одной-единственной Ма Сяо Тао. Почему она решила сражаться одна против двоих? Дай Йо Хэн, Сю Сан Шибэй, Бэй Дзянь Нань Нань и Лин Лу Чень были серьёзно ранены. Они не могли выйти в этом матче. Хо Юй Хао и Ван Дун выступят в следующем раунде против брата и сестры Сяо Хун Чень и Мэн Хун Чень. Сейчас вся ответственность вложилась на плечи Ма Сяо Тао. Будучи капитаном команды, она всегда была известна своей силой и непобедимой мощью. Однако в этой игре она столкнулась с беспрецедентными проблемами. Ма Жулун специально подготовил для Ма Сяо Тао «великий подарок», который представлял собой духовный инструмент 8 уровня – Меч Правосудия. Говорят, что он является вершиной инструмента 8 уровня и обладает как светом, так и тьмой. При использовании Меч направляет силу тьмы в боевой дух противника, делая его тёмным, а затем использует светлый атрибут, чтобы судить его и мгновенно разрушить его дух. Вот откуда название Меч Правосудия. Проводили эксперимент и обнаружили, что ни один мастер 70-го ранга не может выдержать его удар. Это и правда страшное оружие, тем более против Ма Сяо Тао, у которой и так проблемы со злым огнём. Тёмный атрибут Меча Правосудия оказал огромное влияние на Ма Сяо Тао. В конечном итоге заставив злой огонь в её теле выйти из-под контроля. Боевой дух Ма Сяо Тао, злой огненный феникс, также мутировал и в конечном итоге превратился в тёмного феникса. Это изменение не только значительно увеличило её силу, но и заставило её сойти с ума. В конце концов Ма Сяо Тао стала злым мастером. Недавно на канале было видео на эту тему. Даже титулованный Сюан Цзи не мог помочь Ма Сяо Тао. Изначально он думал, что сможет обратить вспять её мутацию с помощью своей почти предельной силы титулованного. Но он был совершенно беспомощен. Конечно, Ма Сяо Тао в ярости победила всех противников. И даже пришлось вмешаться с защитнику титулованного. Этот матч за Академией Шрека. Но какой ценой. Ма Сяо Тао была под контролем Тёмного Феникса. Хуи Хао хотел помочь Ма Сяо Тао, как раньше, подавить её злый огонь. Однако старейшина Сюань не позволил. В этот раз это не просто влияние злой энергии. Её боевой дух мутировал и произошла серьёзная трансформация. Ждём эти невероятные события финала. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему справится Монстр Шрека с такой угрозой. Подписывайтесь на канал и всем пока.